всем доброе утро я уже собралась и готова к выходу потому что я сейчас поеду в город возвращать свой обратный билет и еще мне нужно зайти в банк для того чтобы взять справку что я закрыла что мы закрыли кредит поэтому я сейчас нужно успеть на электричку который очень скоро 15-20 на самокате надеюсь успеть буду я ехать туда час наверное читать книжку приеду поменяю билет загляну в банк и через час обратный поезд вернусь домой после этого у меня сегодня первая половина меня не буду просто тупо ехать и больше ничего ужасно обидно тратить столько времени в никуда но это нужно сделать потому что билет стоит достаточно много денег и надо вернуть денежки все я успела вовремя так что сейчас поедем это сильно в шапке даже холодно я надела пуховик но прямо на футболку потому что в короткой куртке холодно в пальто лучше только эту куртку конечно же надо стирать потому что это стыд и позор посмотрите на это на сутки замучить и потом еще стирать стирать в машинке поэтому я еще постирала ее на днях еще потеплее станет все поехали вот это наш сестра рецкий вокзал этот билет покупая там у меня ученики а я живу с той стороны так что сейчас поедем 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 ван пол двенадцатого я успела спасибо самокатах как обычно и билет купила кстати у нас поставили пункт приема опасных отходов хочу отойти туда и отнести батарейки еще и не собирала целый пакет макулатуры хочу дать бумагу у нас там есть контейнер для приема клею все не донести она уже не помещается сразу в обе стороны простенький тролец когда финляндского и обратно что 40 рублей нынче пойду сдавать свой билет из кировского питер после этого я зайду в рифов банк если не очень долго буду на вокзале потому что там может быть очередь получу справку о том что кредит закрыт как я уже говорила но если успею еще в аптеку введу мне надо опять лекарство покупать и потом сяду обоеду в образном направлении вот река сестра осенью из берегов выходил на сейчас нормально смотрите в желудочке но все еще такое коричневая травы нету зелени нету почки есть но все равно весны еще не наблюдается особо зато хочется чтобы было тепло просто кошмар серьезно надоело стоповике ходить надеваешь и где-то в ноябре и ходишь потом я с собой взяла чтобы не было скучно сейчас покажу космополит и книжку ой я думаю я другую книжку взяла ладно и книжку про злого препода который я все еще не могу дочитать я вчера собиралась я уже успела за думаю я успею то и то прочитать как будто ехать туда и обратно потому что не ехать что-то час копейками по моему я бы конечно лучше дома повалялась книжка точно так же но в условиях вынужденных путешествий будучи так ку-ку ребята ну-ка я выключу компьютер я короче уже дома как вы поняли я приехала час назад и сейчас мне уже надо уходить я тут сидела кушала отдыхала в общем съездил я город успела сделать все что запланировала значит вернула билет потом зашла в банк получила справку о том что мы закрыли кредит потом я еще закрыла карточки которые у меня там были потому что не хочу больше в этом банке обслуживаться и после этого я еще зашла в теле 2 зашла в теле 2 потому что у меня почему-то уже второй день не работает интернет оказывается у меня окончился пакет интернета который у меня вынимали безлимитном тарифе ну и в общем я посвящалась консультантам и переподключилась на другой тариф у меня был теле 2 черный я подключилась на очень черный теперь у меня будет в 7 раз больше интернета мне столько не надо но там по ценам вообще разница минимальная вот это вот я все сделала заехала еще в аптеку купила лекарства потом зашла у меня осталось здесь не до электрички я зашла в какую-то столовую привокзальную ну такую нормальную в поисках каких-нибудь булочек или пирожков потому что я очень проголодалась там была очередь я в итоге хотела уйти но продавец такой стойте стойте не уходите парень так молодой игру дадите мне два пирожка пожалуйста очень не дали два пирожка я успела на электричку с этими пирожками потом и съела по пути приехала домой села такая поела тут и сейчас надо дальше к ученикам сейчас у меня три ребенка будет три ребенка а потом я приеду домой и еще будет одна ученица по скайпу и после этого типа можно будет отдохнуть я еще чуть-чуть помонтировала клип у меня как всегда проблема в том что не могу уложиться в музыку потому что мы снимаем слишком много может быть я удлиню песню я еще не решила потому что песня почти кончилась а там у меня смонтирована наполовину только ну я как обычно и там я не знаю что можно вырезать ничего нельзя вырезать все жалко наверное буду для меня песню но это я буду решать скорее всего уже завтра потому что я сегодня его точно не успею это делать потому что закончу к 11 а мне же еще влог монтировать надо он еще выводиться будет ладно все я пошла то что цены длежь должна быть и я тут лежу у меня так лень но надо привет ребята я пришла домой уже вернулась хочу с вами поделиться какая я сегодня неудачница у меня реально день неудачника чё от меня нюхать в общем все началось с того что у меня сломались наушники мои наконец-то айфоновские которым было уже года два наверное и так все были на последнем издыхании но они хорошие поэтому я ими пользовалась все сегодня одно ухо умерло и мне придется покупать новые наушники но айфоновские я не потяну потому что они сейчас с кризисом стали стоить вообще там за три тысячи и это слишком дорого для меня поэтому я возьму какие-нибудь хорошие самсунговские наверное но в пределах в пределах тысячи где-то пока я без музыки дешевые брать не буду потому что дешевые у них очень плохое качество звука я музыку слушать люблю для меня действительно важно чтобы музыка играл не а вот нормальный качественно я как-то познакомилась с хорошими наушниками теперь я всегда стараюсь покупать только дорогие десять лет назад и на дешевых слышал музыку во первое потом я собралась к ученикам положила все в рюкзак планшет ничьи дневник все собралась и там с вами поболтала и пошла завязывать шнурки очень наклонилась и оказывается я забыла закрыть рюкзак и у меня планшет выпал из рюкзака прямо на пол у нас там плитка в прихожей вот между двумя входными дверями и он упал прямо на эту плитку он был в чехле но покажу каким местом удариться это был такой громкий звук вообще вот вот этим местом видите угол торчит из чехла и короче тут даже скололась и он у меня посреди урока начал глючить вот сейчас нормально но периодически у него экран начинает мерцать дрожит изображение я не знаю короче знаете наш пароль но сейчас не глючит но тогда он у меня на уроке заглючила вообще перестал включаться его перезагрузила и он через 10 минут заработал всем я так подозреваю что его придется ремонтировать там я наверное трещин внешних нету но наверное где-то микросхема экрана полетела это будет очень дорого потому что это самое дорогое я даже не знаю если он накроется он накроется потом сколько это стоит сейчас 30 тысяч рублей 40 тысяч рублей отремонтировать ipad между новый там за облачной цены какой-то очень я такой лузер я так расстроилась я уже алишер написал нам ничего нет видео пока но пока вроде работает но он точно сломается так жалко столько лет он у нас уже просто очень давно я его дарила ли шару не знаю сколько мы вместе были очень давно реально были пять шесть назад наверное где-то и ни разу мы его так не роняли все было хорошо это моя неудача еще я приехала домой час и уронил еще камеру я на пять минут тоже не включалась я сегодня просто день войны техника я уже боюсь компьютеру подходить что там произойдет видите код услышал что-то не такой внимательно еще и по пути домой заехала в магазин и купила новую швабру как она выглядит надо ее раскрутить кстати я на раскручивается ой здесь так стоп мои пальчики без педикюра я блин без маникюра без педикюра как это ломовая лошадь потому что мне времени на это на все нету вот для что такое то теперь у нас будет вот такая вот швабра вместо той которая была я ее выкинула в итоге я с этой шваброй ехала на самокате да все прохожие по-разному реагируют на то что я еду на самокате большинство по барабану некоторые люди смотрят на меня странно некоторые смеются обычно это пьяные мужики у нас у накалки взрослая потому что я не совсем на 15 лет выгляжу вещь у меня вручальное кольцо на руке понятно что я не подросток некоторые так это особенно дети ой слушайте еду достану блин ладно договорю особенно дети они все время смотри девочка есть на самокате ну или тетя разные бывают варианты восприятия меня еще нам надо поскорее ремонтировать микроволновку может хотя бы завтра мы ее отнесем потому что мне уже надоело что если ты хочешь разогреть еду из морозил ну из морозил из холодильника то тебе надо перелить эту другую кастрюльку и разогреть или греть в этой кастрюльке а потом ждать пока все остынет чтобы убрать обратно в холодильник потому что ты не можешь налить в тарелку и разогреть Алишер конечно же до сих пор не сподобился ее отвезти я и мучаюсь ему все равно как-то не особо напрягается от этого вот я реально очень не нравится с другим превращайтесь злого человека в доброго читаю ваши комменты вспомнила хотела сказать задавайте мне все вопросы на ютубе все что вас интересует в комментариях в контакте не пишите потому что в контакте я отвечаю только по работе вас всех очень много у меня по работе там постоянно по 50 сообщений висит я просто не могу вам отвечать поэтому я открываю сообщение крайне редко отвечаю можете в контакте есть группа фан-группа короче посвященная моему каналу ссылку под видео есть вот можете туда вступить и там писать если хотите я еще смотрю просматриваю там и отвечаю если что а так задавайте комментарии к видео то есть в контакте не обижайтесь то что я не отвечаю но я не буду отвечать вконтакте иначе я сойду с ума просто еще тут что-то было сколько мне лет на самом деле мне 25 летом будет 26 день рождения уже скоро осталось сейчас у нас чего апрель апрель май и июнь через три месяца будет у меня день рождения потом про кудряшки они у меня сами такие то есть они у меня от природы и иногда редко я их выпрямляю но еще я могу там заплести косичку например и кудряшек не будет видно потому что они такие мягкие податливые если их расчесать у меня волосы такие получаются волнистые просто но если распущены то естественно кудряшки кудряшки что еще здесь мы с мариной из петербурга и клип я монтирую и не знаю может вы клип увидите раньше чем этот влог хотя понятия не просто времени мало к сожалению на этой неделе поэтому медленно вроде бы все ну и да в одном из блогов я случайно написала что 30 января вместо 30 марта опечаталась и почему-то так сохранила проект на компьютере и монтирую я в от оба премьер про after effects у меня к сожалению нету поэтому пока пользуюсь только эта программа я наконец-то закончила уроки свои вести ура и сейчас 11 вечера я если честно уже вообще никакая но я решила что все-таки смонтировать ног сейчас и постараюсь дождаться пока он выведется чтобы его выложить я смотрю мимо вас потому что я выбираю файлы для блога лип я больше буду завтра делать и завтра я должна выспаться наконец-то я хочу спать вот столько сколько мне захочется потому что это если честно ужас просто я нереально устала за сегодня просто за неделю я не знаю как пройдет завтрашний день за исключением того что я планирую спать почти до полудня это я не знаю что я могу четко запланировать все остальное вы знаете завтра так что ребятки извините за долгое ожидание с клипом за то что я замученная но я вообще я очень устала работы отпуск мне был нужен я в него не поехала и это очень сильно сказывается но остается терпеть скоро лето кстати на улицу уже очень пахнет летом там холодно но все равно знаете такая прохладная но уже с летним запахом я не знаю водой что ли пахнет как-то вот прямо чувствуется что скоро будет тепло я наслаждаюсь я очень жду это кот собака играет так что будем гулять летом с вами ой такую красоту вам покажу как у меня рядом с домом ладно давайте прощаться я просто стеку по руке по-моему и так это всем пока пока так что давайте прощаться всем пока пока